всем привет дорогие друзья давайте сегодня посмотрим поговорим и изучим такой замечательный проект как гро протокол настоящее время по нему идут различные активности намечаются новости поэтому обсудить его я думаю будет актуально так что же такое гро это дефай протокол который позволяет получать доходность на свои стейблкой на данный момент протоколе представлены такие стейблкой на как тезер и везде си и да и гро предоставляет возможность закинуть свои стейблкой на в два так скажем пула вольт и power давайте посмотрим и отчаяние чем они отличаются зайдя на эпку кро принципе ничего здесь такого сложного нету такой как скажем довольно компактно здесь все представлено в настоящий момент у нас есть хранилище вольт и power на данный момент 10 процентов годовое 5 по вольту и около 6 процентов на power чем они отличаются начнем аливера и джит уилт это хранилищу вольт он получает позволяет своим пользователям получать больше доход и нежели чем вы будете использовать хранилище power но она соответственно будет более рискованно и пиа здесь у нас смотрите какой интересно как зависит зависимости от утилизей шин ратио в пулах power и вольт зависимости от до этого соотношения будет меняться соотношение на доходность то есть если тебе power будет ну например будет нам намного там скажем превышать фельд средств которые залучены вольт доходность соответственно power будет снижаться а доходность этого ливера и джит пула вольт будет повышаться то есть если мы возьмем ну допустим 50 на 50 если будет соотношение 5 и 11 процентов соответственно то есть чем больше людей будет будет использовать пул power то тем больше будет вы будете получать свой доходность в вольте но за все это нужно конечно платить и платить мы будем рисками потому что если протокол получит убытки соответственно в первую очередь эти убытки будут покрываться за счет а хранилища вольт поэтому нужно соотносить свои риски так каким образом генерируется доход в гро здесь есть несколько а видов получения дохода первый из них это лентинкам потому что средства помещаются в лендинговые протоколы таких ага компаунд так далее получаем это доходность от комиссий которые комиссии которые мы получаем за предоставление то есть протокол получать за предоставление а ликвидности в такие мм как унисвап и так далее и также протоколом гро инвестирует в различные дополнительные инициативы и соответственно делает это все за вас и вы получаете вот это все такой скажем тройной доход вам нужно только положить свои стебелку и не хранилище и можете за этим особо даже не следите за этими путями инцентивизации грот распределяет свои средства по стратегии наибольшей диверсификации то есть как мы видим различные стейбл коины представлены в равных о в равных или какие-то в равных пропорциях какие-то в меньшей степени также средства распределены очень равновесно по различным пулам и площадкам чтобы минимизировать риск то есть если допустим у это крипто все-таки все может случиться поэтому если какой-то протокол понесет скажем будет взломан или понесет какие-то убытки это не будет фатально для пользователей так вот мы поняли power различиях рассмотрели различия power и вольт то есть когда вы закидываете стэбл коины какое-то хранилище обратно вы получаете токены вот как раз power и вольт приходит ну давайте рассмотрим немного ближе вот нам предлагают посмотреть да отличные партнерства и весомый бэкер из силикона в том числе силиконовой долины представлены партнерство с артен ты да я скоро использовался для того чтобы люди получали доступ ну так сказать на ранней стадии достаточно по-моему дагин скоро 50 чтобы получить доступ на ранней стадии к этим хранилищем гро но в данный момент сейчас покой все желающие могут им пользоваться аудиты аудиты прошли несколько аудита в том числе от печь для других компаний аудит аудит но все равно конечно стоит сказать то что риски злого смарт-контракта все равно имеется потому что но это крипто хотя они довольно минимизированы в целом в данном протоколе команда гро не анонимная представляет собой специалистов из финтех а которые работали в различных областях здесь можете ознакомиться с команды до сих пор набирают получается разработчиков основным местом общения является дискорд пожалуйста присоединяйтесь целом и впечатление довольно хорошие относительно того как команда строить свои отношения с комьюнити здесь очень ну такое сразу видно доброжелательное отношение то есть в гро сразу видно что протокол проект заинтересован в построении сильного комьюнити поэтому проводятся различные активности и инициативы для членов комьюнити допустим гро распределяет часть своих нативных токенов для активных участников комьюнити или участников сети допустим вот даже здесь видно то что был рефунд газа early friends да это тоже была программа для тех то есть ну это конечно ретроспективная уже награда для тех кто принимал участие закидывал свои средства в протокол на ранних стадиях также ожидается от же дробь кстати вы можете еще получить этот статус оригинал гангстеров гро если вы будете проявить себя хорошо комьюнити будет сделать полезные вещи для того чтобы улучшить проект и в будущем ожидаются также награды в том числе если вы закидывали или даже сейчас по моему видите возможность закинуть свои средства в гро и поучаствуйте в аукционе на балансере которому мы еще вернемся вы тоже будете иметь право на получение каких-то ревардов в нативных токенов грох и так да гро будет иметь свой нативный токен который также будет называться гро который в том числе будет использоваться для гавернанса потому уже на данный момент те люди которые получили гро также получили их зверо для участия в текущих суждениях и принятие решений голосования по предложениям на данный момент используется платформа снэпшот для этого которые вы можете использовать для того чтобы выразить свое мнение о тех или иных предложениях как известно на снэпшот на снэпшот не требуется газ то есть спокойно пожалуйста можете его использовать давайте использовать парадмапу сейчас у нас идет данная стадия это все будет и новые партнерства но я в целом могу сказать то что за последние пару месяцев групп проделал в огромную работу и в качестве партнер потому что они были залить многие агрегаторы модифа агрегаторы ну на этом конечно это все будет будет запущен то есть был запущен гавернанс так далее но это на этом развитие не останавливаться смотрите следующий родмат в том числе и переход на lr2 решения что конечно это горячий топик сейчас в клипте но вроде арбитрума оптимизма и прочее конечно позволяют в том числе и обойти эти комиссии которым всем сети эфириум мэйнет ну тогда давайте перейдем к токен ланчу ближайшие два дня и целом гро ликвидите быстро пинку который вы можете поучаствовать и отдать свои все получить они нативный токен игру целом если мы будем рассматривать по экономику 100 миллионов гро тотал саплай из которых большая часть предназначена для такими образов чтобы обеспечить комьюнити различными и бессею инцентивами ревардами а пять процентов или 5 миллионов выделено для лбп не факт что все эти токи не продадутся ну давайте посмотрим три дня всего нас идет лбп и у вас как я уже сказал есть возможность проинвестировать и получить токен игру в целом если мы будем говорить о распределении токенов 20 около 10 процентов предназначен для ранних инвесторов таких как фреймворк робот и 1 капитал и других 20 процентов для команды но надо сказать то что эти токены будут иметь довольно длительный lock up в районе одного года и дальше будет весь вообще в целом по моему мнению здесь довольно до них относится до уделено внимание тому чтобы сразу большое количество токенов не попадал в циркуляцию и чтобы это ну каким-либо образом негативным не влиял на цену потому что и будущие фарминг с этим ревард будут иметь свой разлачиваться постепенно в течение года скорее всего вот эти дропы джи или фрэнс тоже будет иметь свой вестинг посмотрим итак акцион на балансере начальность от 10 нижней цена могла быть доллар по моему или да ну на данный момент стоимость около 5 долларов сейчас знаете даже обновим что у нас тут изменилось лбп это такой вид аукционов есть кто знает так скажем который позволяет цене найти равновесные соотношение между это так скажем больше рыночный ламп с чем айси о истории поэтому подходить к нему нужно взвешенно не залетать на начальных стадиях когда цена больше а залетать тогда когда цена будет более менее привлекательна для вас ну ладно давайте посмотрим 5 доллар веса сейчас минимальная цена один полтора один и двадцать восемь долларов но скорее всего этой цены не будет минимальной потому что так на течение двух дней будут покупки ну скажем наверно минимальная цена теоретически которому же ну скорее всего но вряд ли будет ниже двух долларов возможно будет выше знаю насколько это будет насколько его будет насколько он будет востребован теми людьми которые хотят заучаствовать будет ли это три доллара четыре доллара пожалуйста dior принимайте решение сами в целом в циркуляции изначально будет 5 миллионов токенов угро то есть исходя из этого можете ну и плюс наверно все равно какие-то помимо вот этих токенов с балансера будут еще разлоченные относительно небольшая часть целыми я думаю меньше десяти процентов сей тотал соплей будет изначально циркулировать и так гро точка xyz дискорд гро пожалуйста присоединяйтесь изучайте давайте погружаться в этот замечательный проект